Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Пётр Горухов. И сегодня гость нашей программы – руководитель Одинцовской районной коллегии адвокатов Сергей Борисович Кузнецов. И разговор у нас сегодня пойдет об адвокатуре, как таковое, оказании адвокатских услуг населению, и о том, насколько сегодняшнему современному человеку необходим собственный адвокат. Итак, Сергей Борисович, вообще существует такая расхожая фраза, все ее знают, я буду разговаривать только в присутствии своего адвоката. Вообще, насколько она сегодня для нас, для нашей действительности актуальна, и каждому человеку желательно иметь вот такого своего адвоката, в присутствии которого он там в разных сложных ситуациях жизненных будет разговаривать. Потому что действительно ситуации бывают разные, возникают порой совершенно неожиданно, человек может быть к ним не подготовлен. Так вот, разговаривать в присутствии своего адвоката – это роскошь или необходимость? Для начала надо сказать, что это такой достаточно распространенный штамм, пришедший к нам из кино, где, в общем-то, показываются какие-то резонансные вещи, и где необходимость юридической помощи возникает немедленно. Ну, собственно говоря, для гражданской жизни только в этой части, и эта фраза и применима, как я считаю. То есть, все те вопросы, которые касаются немедленного нарушения прав, а самое главное – необходимости гражданина, либо юридического лица, тут же сразу принять какие-то юридические решения, это должно тут же порождать необходимость совета с юристом. Во всех иных случаях, ну, как правило, определенный временной зазор у гражданина, либо юридического лица имеется, он проводит какой-то правовой анализ, советуется с нужными специалистами и принимает решения уже на основе более там взвешенных данных, которые были им получены в ходе вот этого анализа, так скажем. Поэтому, по большей части, такие случаи, конечно же, характерны в основном для уголовных дел. Здесь, естественно, если есть такая возможность, то да, адвокат должен быть всегда, сразу, с того момента, как только имеет место нарушение ваших прав, как вы полагаете, либо имеет место нарушение вами чьих-то прав, но вы полагаете необходимым защищаться в этой ситуации, поэтому, естественно, привлекать специалиста лучше немедленно и сразу. Ну, как бы, с другой стороны, надо понимать, что уровень правосознания, правовой культуры, в принципе, у нас в государстве, и уровень, так сказать, планка оказания этих самых юридических услуг, все-таки находится не на том уровне. Ну, я люблю так приводить пример, ну, не Австрия, мы не Швейцария, к сожалению, да, и поэтому, конечно, каждая семья иметь своего семейного адвоката, а там это действительно очень распространено, там каждый аспект жизни, так или иначе, приводит к походу в юридическую коллегию для совета со своим адвокатом. Там, как говорится, люди, ну, вплоть до того, что не чихают без визы адвоката. Ну, такого, к сожалению, пока в России нету, но постепенно уровень подрастает, правосознание людей, и они понимают необходимость знать свои юридические права, а самое главное, что многие уже научились их действительно защищать, и поэтому у них действительно удачно все получается. Ну, и, конечно, здесь, естественно, финансовая составляющая, то есть на постоянной основе иметь адвоката, ну, это уже роскошь определенная. К сожалению, финансово чистое, это тоже не все могут себе позволить. Поэтому общее правило, да, при немедленном нарушении прав, при необходимости принять тут же скоропалительное какое-то решение, особенно если к этому подталкивают еще какие-то третьи лица и прочее, прочее. Все на эмоциях. Ну, естественно, нужно сразу обращаться к адвокатам, к юристам. Другой разговор, что это не всегда легко вычислить, поскольку мы говорим сейчас о таких более мошеннических схемах, когда люди попадаются на обещаниях, на каких-то, на возможности, якобы возможности реализовать их задумку чисто юридически. Ну, как правило, там такие люди, которые занимаются такой обработкой, да, они в принципе себя позиционируют как квалифицированные юристы, поэтому у человека порог вот этого вот боязни, что ему говорят, он исчезает, он полностью доверяется, растворяется. Но, к сожалению, конечно, да, бывает иногда уже очень поздно, когда они приходят действительно к значимому специалисту. Ну, это уже жизнь, как бы, тут уже каждый для себя сам решает. Чем меньше мы будем жить, да, по понятиям и больше по закону, тем меньше будет возникать вот таких двусмысленностей, когда необходимо действительно срочное вмешательство адвоката. Ну, вообще мы все привыкли, что там, где адвокат, там обязательно должен быть какой-то судебный процесс, да, что адвокат защищает наши интересы в суде. А на самом деле, вот, бывают ли другие моменты, когда адвокат вот действительно необходим, когда действительно необходимо обратиться к квалифицированному юристу-адвокату? Бывает, скажу больше, таких жизненных ситуаций и обстоятельств, вытекающих из такой необходимости. Их масса. И на самом деле тут, что даже ваш погорный слуга, как бы, в общем-то, на этом, на всем, на своей шкуре, так скажем, прочувствовал этот момент, поскольку, ну, имея определенную карьеру в судебных органах, как бы, мне полагалось, а как сотруднику вот этих вот структур полагалось, что вот, ну, собственно говоря, мы находимся на верхушке какой-то огромной горы, а все остальные на нас с вожделением смотрят, с благоговением, и, собственно говоря, только ждут, когда мы их облагодетельствуем. На самом деле, только вот занявшись, так скажем, частной практикой, то есть столкнувшись не только с вопросами оказания юридической помощи непосредственно в суде, то есть, ну, в поле фактически, да, вот, но и оказывая юридические услуги просто широкому кругу населения, да, населения, юридических лиц, а лица разные попадались, это категории, внаслужащие, это в силу специфики, опять же, у нас имеется офис в городе Кубинке, вот, права потребителей, достаточно распространенные вещи. Начинаешь понимать, что, действительно, юрист, вот, частичка работы в суде, это вот настолько маленькая часть, да, которая, в общем-то, настолько микроскопическая, что большая часть людей просто даже не знает о том, что такое возможно, бывает, а осуждения они свои делают исключительно, ну, из экранов телевизоров на нас. Каждое утро льется поток информации, там, суды рассматривают шуточные, там, процессы какие-то, ну, они не шуточные, естественно, они шутейные, да, надо просто как бы к этому правильно относиться, понимать, да, то есть, для чего это делается, и что это формат передачи, и он никогда не подменит под собой реальный судебный процесс, который, естественно, очень отличается. А так, вы совершенно верно перечислили, это составление брачных контрактов, ну, вернее, вопрос состоит в том, что, ну, чисто с точки зрения права, брачный контракт составляет, подписывается у нотариуса, но юрист, адвокат, он активно может принимать участие в стадии согласования условий этого брачного контракта, выверения тех или иных позиций. Ну, вот не так давно, буквально два дня назад приходила ко мне клиентка, которая планирует в конце этой недели расписаться со своим молодым человеком, и она вполне на полном серьезе выясняла обстоятельства, что будет ее ждать после того, как она вступит в законный брак, что будет, какие будут последствия от того, что она подпишет брачный контракт со своим молодым человеком, и как ей обезопасить по максимуму себя, но при этом не вбить определенный клин в молодую семью. Не насторожить свою вторую половину. Да, поэтому я в конце консультации так сказал, говорю, ну, надеюсь, вы все-таки поженитесь. Она так улыбнулась. Ну, нет, действительно, все по-доброму. Вот. Сопровождение сделок с недвижимостью. Это, как бы, вопрос сложный, серьезный, зачастую не связан ни с какими судебными процессами. Это возможность обеспечить для гражданина, для юридического лица должную юридическую, анализ обстоятельств, при которых заключается сделка, способ приобретения этого права, права на имущество контрагентом, контрагентом, то есть продавцом. Это имеет большое значение, так как у нас право сформулировано, ну, таким образом, и практика стоит на том, что, в общем-то, и через 10 лет определенную мину замедленного действия, которую люди сами заложили под себя, совершив сделку, ну, вне рамок правового поля, это не обсуждается, с определенными нарушениями, да, так скажем, может аукнуться. Аукнуться очень серьезно, так скажем, и, естественно, в этих процедурах участие адвоката обязательно необходимо, юриста, адвоката. То же самое, вопросы какие-то согласования, претензионные работы. Сергей Иванович, ну вот все-таки, если перед человеком маячит перспектива судебного разбирательства, понятно, что, когда человек идет в суд, это вообще все очень серьезно уже, да? Насколько вообще сам он может серьезно оценить и квалифицированы те риски, те сложности, которые вот в ходе того или иного судебного разбирательства ему грозят? Как ему вообще сориентироваться в той ситуации, которая складывается, и понять, нужен ему адвокат или не нужен? Ну, надо признать в этой ситуации никакой формулы, нигде это не записано, никем не утверждено, универсального способа понять, что делать и каковы же твои права в этой ситуации, естественно, нет. Если ты только не просто обычный гражданин, а ты гражданин, обладающий все-таки специальными познаниями. Такое часто встречается, допустим, масса обращений было у меня лично от юристов, которые занимаются в области международного права, консалтинг, финансовых каких-то процессов, в том числе, опять же, завязанных на международных сделках и прочее, прочее, прочее. То есть ситуации бывают разные, как бы, да, и есть вещи более бытовые, житейские, ну, как расторжение брака, с этим, пожалуй, наверное, каждый сможет справиться, что там пойти к мировому суде образец на стенде прочитать и по образцу заполнить. Другой разговор, есть более серьезные вопросы. И если нет специальных познаний, а иногда даже и в рамках расторжения брака все равно приходят и лишний раз, еще раз консультируются и так далее. Поэтому нет универсального способа определить, насколько он нужен, этот адвокат. С другой стороны, конечно, это уже больше работа юриста, адвоката на консультации, когда к нему обращаются заинтересованные лица, да, и вот в этом и начинается, как бы, работа и самое главное, так скажем, отличие, ну, я как полагаю, адвоката, ну, порядочного от непорядочного. Непорядочный, ну, банально у него не бывает там, как бы, разницы, да. Ну, дело и дело, пойдем вперед из песни, да, как говорится. Вот, ну, кто более трепетно относится и к своей репутации, и к человеку, к его деньгам, в конце концов, он же будет из этой своего кармана оплачивать. К сарафанному радио, который существует. Естественно, естественно, которая, кстати, в нашем деле, это самая лучшая реклама, лучше которой не придумали, и, соответственно, нарабатывается-то очень тяжело, а теряется за одну минуту, соответственно, как все и вся в этом мире. И, естественно, адвокат должен поступить порядочно. Если что-то неисполнимо, сказать об этом сразу. Если адвокат не нужен, тоже сказать об этом сразу. То есть, необязательно приход обращающегося к адвокату, к юристу, должен закончиться заключением масштабного договора на миллион, и ведение этих дел по всем там инстанциям. Зачастую за консультацию в 500 рублей человек понимает, что он вполне справится сам. Получает какие-то базовые рекомендации. Получает базовые рекомендации. Начинает понимать банально алгоритм действий. И по прошествии двух-трех шагов такие люди… Ну, мы им обычно предлагаем после консультации на каждом шаге, когда они будут, так скажем, спотыкаться, либо не будут дальше понимать, что от них требуется, приходить и, так скажем, доконсультироваться. И пошагово многие мои клиенты, в частности, они никогда не заключали со мной договор, чтобы я их где-то представлял и так далее, но на выходе того процесса, который они затеивали, таким образом получали от меня информацию и, соответственно, услугу, многие из них уже могли бы смело помощниками адвоката стать. Сергей Борисович, а вот вопрос такой. Вот начался процесс, человек решил сам представлять свои дела, понадеялся на собственные знания, на интернет и так далее. Вот какие чаще всего подстерегают его ошибки и сложности, которые очевидны, может быть, для профессионального адвоката, но абсолютно не очевидны для человека, который непрофессионально этим занимается, а вот первый раз, но с большим опломбом за это дело решил приняться? Ну, надо понимать, что судебное разбирательство – это, так скажем, процесс достаточно сложный. И самое главное, что поскольку процессуальные правила рассмотрения, так сказать, они тоже подчинены какому-то определенному алгоритму, есть, в конце концов, кодексы, которые регламентируют пошагово те или иные действия, плюс при этом люди, которые осуществляют функции правосудия, это аппарат, суда, судьи сами по себе. Ну, это определенный все-таки клан, да? Клан, который умеет применять право, знает, как его применять и разговаривает друг с другом и с теми, кто к ним обращается, на своем языке. Ну, вот большая часть вопросов и проблем возникает именно в связи с тем, что обычный человек, обыватель, ну, к сожалению, зачастую просто слышит то, что ему говорят, но не понимает, что от него требуется. По отдельности все слова понимает, а вместе? Естественно, а вместе они для него никакого наполнения не имеют. А у адвоката в том числе и задача быть в процессе, слышать судью. И самое главное, услышав его, сделать правильные следующие шаги. А это всегда можно сделать, если уметь правильно слушать и понимать то, что тебе, соответственно, говорят. Поэтому тут, конечно, как бы вот, ну, по большей части укладывается в такое правило, там, в киношке советской, это однажды проскладывается, она не советская, она американская, великолепная семерка. Там был такой момент, когда один из бандитов говорит к главному герою о том, что, говорит, ну, говорит, в Техасе только Техаса можно грабить банки. Поэтому вот и в суде работа, в общем-то, по большому счету, надо понимать, слышать, что происходит вокруг тебя. Тогда для тебя не проблема провести процесс. Какие-то нюансы улавливать, какие-то возникающие, может быть, незначительные, незаметные для постороннего человека обстоятельства, их нужно учитывать. Естественно, потому что, ну, нередки и такие случаи, когда люди, вот, ну, понадеявшись на себя, либо на консультацию юриста и уверовав свои силы, пошли в не совсем свое дело, что-то неправильно сделали, где-то просто не поняли, результат абсолютно отрицательный. Ну, и, соответственно, обращение такого плана. А вот, там, судья не такой, плохо все сделал и так далее, и тому подобное. Ну, как бы мы-то понимаем цену всему этому, да, естественно. Ну, начинаем анализировать, смотреть протокол судебного заседания, иные документы и так далее. Понимаем, хватаемся за голову, понимаем, что, как бы, ну, а зачем ты туда пошел? Ну, и вот только там, после третьего, получается, что, да, они говорят, ну, вот, там, да, понадеялись, там, на того-то, на того-то, это, соответственно, ну, как бы, ну, вот, иногда за это приходится расплачиваться. Хорошо, да, вот, как вы говорите, можно исправить, а то эти зачастую... Все мы знаем, да, все мы знаем пословицу, что скупой платят дважды, да. Ну, вот, есть разная степень, я так понимаю, участия адвоката в делах клиента, от простой консультации, как вы сказали, да, которая доступна практически каждому, и, наверное, вот до полного представления интересов клиента. Это, вот, какие есть степени участия адвокатов, и в какой момент какие требуются? Вот хотя бы на нескольких примерах. Ну, начальное, ну, это для любого, в общем-то, дела по-хорошему актуально, да. Ну, в начальном этапе, как всегда, это консультация, простая беседа, при наличии документов каких-либо, или хотя бы даже истории от гражданина, ты ее слушаешь, пытаешься оценить, понять, хотя бы пытаешься составить приблизительно алгоритм действий, соответственно. В дальнейшем уже, там, в зависимости от необходимого ли сбора какой-то документов, подготовка дополнительная, анализ правовой базы, в зависимости от этого, соответственно, там, берется какая-то определенная пауза, время для составления определенной стратегии действий дальнейших, да. Вот. И в последующем это судебное разбирательство, либо, там, иной процесс, то есть, проведение сделки, так скажем, да, сопровождение, там, какой-то банковской операции. Череда обжалований в случае, если не устроили. Череда обжалований в случае, если результат, конечно, не устроил твоего заказчика, клиента. Вот. Ну, и, соответственно, мы не ограничиваемся и судом в чистом виде. Суд когда-то заканчивается рано или поздно, а специфика тех дел, которыми мы занимаемся, это, по большей части, гражданские дела, связанные, ну, со всеми, со злободневными вопросами для одинцовцев рядовых, так скажем, это земля, недвижимость, расторжение браков и раздел имущества. Ну, это характерно уже более для всех, так скажем, категории граждан и клиентов. Ну, соответственно, на всем на этом, после уже судебных разбирательств, идет какая-то регистрация прав, то есть, дальнейшее консультирование. После судебных, так скажем, действий. Пост судебные вопросы юридические тоже бывают. То есть, ну, как бы, все ведь зависит от того, какой объем, так скажем, спектр услуг хочет покрыть само адвокатское образование, либо вообще юридическая какая-либо контора. Вот. Если она нацелена на полный спектр услуг, там, от сбора документов до регистрации права, там, и, соответственно, получение гражданином среде. Закрепление юридического успеха судебного. Естественно, естественно. Это один разговор. Есть, конечно, узкие вопросы, по которым, как бы, постсудебные вопросы – это не наша тема, допустим. И поэтому мы честно говорим о том, что, ребята, вот на этом месте мы можем поставить точку. Но вы даете какие-то дальнейшие рекомендации? Ну, конечно, дальнейшие рекомендации, алгоритм действий, так или иначе. Ну, в общем-то, гордимся тем, что вернувшихся граждан, как правило, нет, так скажем. Сергей Иванович, вот раньше у вас был юридический кабинет, а теперь он стал коллегией адвокатов. В какой момент вообще вы поняли, что необходимо менять формат? Потому что, насколько я знаю, вообще вашу работу можно оценить как очень успешную, поскольку более 90% дел вы выигрываете, то есть, ну, разрешаете к удовольствию своих заказчиков. Вообще, в какой момент стало ясно, что в рамках кабинета вам становится тесно и надо расширять формат? Юридический кабинет просто разрастался. Разрастался и с точки зрения количественного состава тех людей, которые там работают, соответственно, и осуществляют функции юридические, разрастался с точки зрения возможности реализации тех или иных дел. Разрастался с точки зрения тех познаний, которыми люди обладают, работающие на этот адвокатский кабинет. То есть, организационно-правовая форма, это в гражданской жизни адвокатский кабинет, это ИП для обычных граждан, чтобы все понимали, да? Поэтому, ну, естественно, возник момент, что просто и люди, и сама структура просто переросла в такую организационно-правовую форму, как адвокатский кабинет. Плюс, естественно, мы стремимся к развитию. Развитие при этом в этой ситуации я вижу уже даже не столько для себя, сколько для того коллектива, который я вокруг себя постарался сплотить, заразить этой общей идеей. И сейчас, в общем-то, мы в разрезе этого продолжаем двигаемся, поэтому я горжусь, что это действительно коллектив единомышленников. А что можно сказать о его квалификации? Вопрос по поводу квалификации сложный, но я думаю, что отчасти вы ответили на него в своем вопросе. Тот факт, что имеет место быть такая статистика, порядка 90% действительно дел заканчивается положительным исходом. Другой разговор, что зачастую это бывает через тернии к звездам, там, годами, месяцами и так далее. Но это уже вопрос другой, так скажем. Это вопрос, насколько клиент подготовлен к длительной борьбе, насколько он хорошо информирован для того, чтобы понимать, что он в этой ситуации оказался не брошенный, да? На произвол судьбы или видимое ощущение, что как будто ничего не происходит, да? Чтобы у него это не укоренялось как неверная или неквалифицированная работа юриста. Ну, для этого существуют там периодически регулярные встречи и так далее, и так далее. Поэтому по этой части нареканий не было, процентовка действительно очень высокая. И те дела, которые мы реализуем со знаком плюс для наших клиентов, это самая лучшая рекомендация того, что именно квалифицирован тот коллектив, которым я руковожу, соответственно. Поэтому думаю, что лучше рекламы и не придумаешь. Сергей Борисович, еще такой вопрос, может быть, не совсем удобный, но тем не менее, в Одинцовском районе до того, как была организована ваша Одинцовская районная коллегия адвокатов, уже было три коллегии адвокатов. Ваша стала четвертой. Значит, вы почувствовали, что трех недостаточно, что есть где-то ваша ниша, которую вы можете заполнить. В чем вообще вот ваше, ну, конкурентное, можно так сказать, преимущество перед остальными коллегиями? Все-таки, ну, поле не было пустым, когда вы стали номером четыре, вот, я имею в виду математический четвертым. Дело в том, что, ну, три, так скажем, наиболее известные коллегии, которые у всех на слуху, вполне возможно, что и блуждают какие-то коллегии, ну, зарегистрированные на двоих, что называется. Ведь для регистрации коллегий, по большому счету, больше двух адвокатов-то и не требуется. А набирать огромный штат, вести дело производства, снимать офисы, тоже не так уж и важно. Вот, поэтому чисто организационно, штатно, да, может, там коллеги-то действительно и больше, но три-то действительно наиболее популярные, наиболее известные в Одинцово. Мы вот, как я полагаю, стали номером четвертым, именно в математическом плане. Конкурентное преимущество вытекает из того, что наши оппоненты, наши коллеги, они, ну, достаточно длительное время на этом поле работают, находятся. Ну, и в силу своей опытности, закостенелости, да, так скажем, где-то, может быть, отчасти не готовы к каким-то штурмам, броскам, да, может быть, где-то отчасти не готовы терпеть через немагу. Может быть, люди, которые руководят этими образованиями, допустим, уже не хотят, так скажем, ну, с языком на плече, да, скакать по судам и так далее. Не готовы идти навстречу любому клиенту, скажем. Их все устраивает, так скажем, да. Мы же отчасти затеяли процесс этой реорганизации, захотели на этом поле повращаться. Именно потому, что своему коллективу и сам тоже я стараюсь прививать главное качество – не мыслить прямо линейно, пытаться анализировать любую, даже самую простую, прозрачную, как кажется, ситуацию. Пытаться анализировать весь спектр происходящих вокруг клиента, юридических событий. Потому что иногда решение проблемы, обратившегося, оно не вот здесь, не сегодня, не за столом, где он рассказывает в чистом виде о своей проблеме, а оно где-то было там, в прошлом, либо в настоящем, либо находится вообще совершенно в другом кабинете. А он этого просто банально не понимает, либо не видит, либо не считает важным как бы об этом говорить. Вот задача адвоката – вытянуть полную картину событий и с учетом всего спектра юридических действий, которые вокруг гражданина разворачиваются, или юридического лица, сделать вывод о единственно верном алгоритме движений. Иногда он бывает кривой-косой, но в конце него всегда стоит та самая цель, которую заказчик ставит перед тобой на первой самой консультации. Мы уже упомянули такую расхожую фразу о том, что скупой платит дважды. Да, хочется в связи с этим еще одну вспомнить, что не так страшно ошибиться в цене, как страшно ошибиться в качестве. Это, по большому счету, это одно и то же. Вообще, вот где в Одинцовском районе искать, найти хорошего адвоката, где они вводятся? И вы уже об этом немножко сказали, но еще так вот в выжимку такую. Что отличает хорошего, действительно, хорошего адвоката? Хороший адвокат, в моем понимании, не боится сказать «нет» клиенту, когда его вопрос не решаем. Хороший адвокат информирует своего клиента о ходе оказания тех юридических услуг по его вопросу. Хороший адвокат рачительно и порядочно относится по отношению к кошельку своего клиента. Клиент не должен превращаться в дойную корову. Хороший адвокат, он не должен и не может знать все сразу и прямо сейчас. Вот это те качества, на которые, конечно, надо обращать внимание, когда вы общаетесь с адвокатом. Банально мы советуем посетить гражданину несколько адвокатов. Граждане, либо юридические лица, иные обратившиеся к нам после первой консультации получают от нас рекомендацию. Сходите, пожалуйста, в иную организацию, послушайте, что скажут они, сопоставьте наши слова, сделайте выводы. И если у вас возникли дополнительные вопросы, задайте их и нам, и им. При этом мы зачастую предлагаем нашим клиентам формат переговоров. Мы клиент и любое иное юридическое лицо. Ну, к сожалению, пока никто на такое не соглашался. Из этого я делаю вывод. Я не боюсь сесть рядом с другим юристом и обсудить юридическую эту тему. И высказать свои суждения на этот счет. Ну, если на той стороне как бы есть проблема, и не готовы люди свое мнение поддерживать, да, а сказано было лишь только для того, чтобы зацепить, как это на сленге говорят, клиента, да, ну, соответственно, бог им судья. Поэтому, ну, не буду, так скажем, опять же, не совсем этично сами о себе. Я думаю, что по мере появления интереса у одинцовцев к услугам юридическим, они могут просто прийти к нам в коллегию, проверить, как все будет в отношениях с ними. Ну, а выводы уже они будут делать в конце. Ну, что ж, Сергей Борисович, спасибо вам огромное. Конечно, после сегодняшней передачи мое мнение несколько поменялось о работе адвокатов, о том, каким должен быть адвокат и о том, на что обращать внимание в случае, если необходимо общение именно с адвокатом. Я желаю вам успехов, я желаю вам стать номером один на юридическом поле нашего Одинцовского района и за его пределами. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был руководитель Одинцовской районной коллегии адвокатов Сергей Борисович Кузнецов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.